Здравствуйте, дорогие друзья! И раз вы видите это видео, значит вы уже проявляли интерес к садоводческой тематике. И если вы начинающий огородник, то сегодняшний выпуск именно для вас. А что касается утверждения многих товарищей, которые говорят, что без теплицы ничего в Подмосковье не вырастет, брехня все это дело, но с теплицей есть небольшие плюсы, ну и конечно же минусы. Поэтому в первый год теплицу стоит ставить точно я не рекомендую, потому что, во-первых, вы не знаете, куда ее поставить, и вряд ли угадаете с местом, и не знаете размер, который вам нужен. Я думаю, что и зрелым огородникам этот выпуск тоже можно посмотреть. И сегодня я вам расскажу, как начать вообще огородное дело. Пока я это еще помню, хоть уже смутно, но все равно помню. Для того, чтобы начать огородное дело, нужно получить к этому небольшую тягу, чтобы этого захотелось. Потому что если вам это будет не с руки, не интересно, то вряд ли что-то у вас вырастет. Я лично, когда сажаю что-то, вот с душой, как говорится, хочется посадить, это всегда растет прекрасно. Конечно, все зависит и от семян, и от земли, и вот это много-много факторов. Но не нужно прямо вот думать, что если вы возьмете дорогие семена или дорогую землю, и у вас обязательно будет хорошее урожай. Абсолютно не факт. Но, конечно, если использовать плохие семена, урожай, скорее всего, не будет вас радовать. Но самое главное, это не начинать сразу много сажать. Вот это самое, что нужно запомнить. Много посадите, мало соберете. Это раз. И по срокам. Обязательно, вот если вы в моем регионе находитесь в Московском, то раньше марта вообще ничего не сажаете. На рассаду, не на рассаду. А лучше всего найти, где вот у вас дача, огород или свой дом вы строите. Найти соседа, соседку, которая уже сажает там, и взять у нее купить рассаду. Бесплатно или купить, или украсть. Потому что бесплатно брать нельзя, они вырастят. Ну, есть такая примета. А приметы, как вы знаете, работают на тех, кто в них верит. Я лично в эту примету верю. Поэтому рубленную за рассаду взять надо. Лучше, конечно, 100 рублей. Просто когда вы зайдете или посетите сайт-магазин, где продаются семена, скорее всего, у вас там глаза разбегутся. Смотреть по ценам тоже не всегда хорошо. Гнаться за какими-то новинками в первые года тоже не стоит. Поэтому можно будет в любом магазине, в принципе, купить только сразу берите пару-тройку пачек разных абсолютно сортов. Например, томатов. Выбирайте детерминатные сорта, либо гибриды. В первые года, наверное, все-таки лучше выбрать гибриды, потому что они более устойчивые. Немножко, но все равно в любом случае они более устойчивые, чем сорта к всевозможным заболеваниям. И теперь список тех культур, которые в первый год в моем регионе я бы посоветовал для новичка. Чтобы втянуться, нужно посадить хотя бы 4 кустика томатов. Не берите томаты, которые выращиваются в кашпо, всевозможные вот эти горшочные. Это все вы не оцените, потому что там и урожая не будет никакого, даже если вы их в грунт посадите. Ну, это будет сгулькин нос, грубо говоря. Лучше взять какие-то стандартные сорта. Тот же самый саньку можно взять, он хорошо, он вообще самый первый, самый ранний. Посадить на рассаду где-то в конце марта месяца, не покупая никакие фитолампы, никакие светильники. Не нужны они для первого года точно. Вы, если посадите после 20 марта месяца где-то так, на окне у вас при южной стороне окна, как говорится, у вас все это вырастет. Емкость для рассады выбирайте от полулитра до литра. Этого, в принципе, будет достаточно. Какой грунт выбрать, то тоже, в принципе, не особо. Но не гонитесь за дешевизной, там масса может быть проблем. Лучше купить что-то такое, грубо говоря, проверенное, хорошее, не дешевое, точно. Небольшие фасовки вам, в принципе, достаточно будет для рассады. Перец. Перец сажайте острый лучше и сладкий. Несколько кустиков, буквально несколько кустиков. Их тоже сажайте где-то в середине марта. Ничего, что все уже говорят, что надо перец в январе посадить. Ничего страшного. Лучше мало результата получить, чем не получить его вовсе. Когда у вас рассада вытянется, будут двухметровые эти самые палки, такие непонятные, которые вам будут все советовать заглубляя в землю, сажая лежа. И это еще отсрочит сроки. Вы с этим замучаетесь и потеряете всякий интерес. Лучше чуть-чуть попозже посадите и поменьше. То есть, соответственно, помидоры, перец. 4-5 кустов помидор. И, соответственно, перца где-то, ну, десяточек. Его можно поплотнее посадить. В первый год сажать баклажаны я, честно говоря, не рекомендую. Потому что немножечко и такая культура с капризиком. С небольшим, конечно, но с капризиком. Салатики. Да, если у вас нет там полчась слизней, которые бегают вокруг вашей грядки и будут стараться сожрать весь ваш салат, то, в принципе, салатик, да, тоже можно посадить. Редисочку, я не знаю, сказал или не сказал, уже забыл. Редисочку надо посадить под дуги, чтобы их не сожрал никто. И ее можно сажать уже, когда земля станет чуть больше плюсовой температуры, уже смело можно посадить. И накрыть пленочкой, грубо говоря, забыв про нее. Но редисочка любит воду. Практически обо всех культурах, которые выращиваю я, у себя на участке у меня есть видео. Как я их сажаю, когда я их сажаю, как я за ними ухаживаю, что для этого нужно. Да, видео достаточно много, но в этом году я все-таки начал, заставил себя, во всяком случае, в видении я написал о том, что, как говорится, справочник огородника у меня будет. То есть по каждой культуре я буду стараться снять какой-то хороший ролик, в плане того, что он будет достаточно емкий и познавательный, пока я в голове это все прокручиваю. И думаю, как, уже пробовал снимать, не получается пока. Ну, ничего страшного, за год, я думаю, я сниму вам практически про те культуры, про основные, которые я снимаю. Не обещаю, что ролики будут короткие, но зато постараюсь их, как говорится, каждую тему раскрывать в них полностью. Выбрали мы культуры, сорта, прям вот принципиальной разницы в них нет. Сейчас, в принципе, все семена, от дешевых, которые 10 рублей за пачку стоят, до дорогих, там по 300-400 рублей, что-нибудь, да у вас довыдет. Откровенного брака, честно говоря, я не встречал. Будет пересорт, но ничего страшного, вот абсолютно ничего страшного. Сажать сразу первый год мелкие семена, типа петунья, честно говоря, не рекомендую, потому что, ну, во-первых, февраль месяц это можно еще сажать, но нужно уметь ее выращивать, а получить какой-то плохой результат, честно говоря, руки опустятся. Лучше вот попроще культуры такие начинать и вырастить три, как говорится, кита нашего огорода. Это томаты, перец и огурцы. Томат растет у нас в рассаде, на окне будет расти 45-60 дней в рассадном виде, перец будет расти примерно так же, но чуть-чуть подольше, за счет того, что мы его посадим вместе с томатами, как я вам сейчас рекомендую, и высадка в грунт его при более положительных температурах должна быть, соответственно, перец сажаем так же, как и помидоры. А вот огурцы, рассчитывайте на то, что вы их высадите в открытый грунт, если будете растить рассадой, где-то примерно через 2-3, максимум 3 недели после посадки. И всходят они очень быстро. Кстати, томаты всходят тоже от 4 до 7 дней примерно в положительной температуре, такой около 28 градусов. Это идеальная температура для проращивания. Перец может сходить до там 15 дней, в зависимости от качества семян, от их пересушенности, замачивать будете, не замачивать не будете. Соответственно, вам нужно приобрести какие-то емкости, в чем вы их будете выращивать, хотя емкости можно взять вон из-под йогурта, из-под чего-то, только не забывайте там дырочки делать. А так, в принципе, купили какой-то неплохой грунт, недешевый, не надо сразу брать какой-то дешевый, там будут палки, там фигалки, он может быть зараженный комариком всевозможным. Купили грунт, купили семена, купили стрейч-пленку обязательно для проращивания, очень помогает она при проращивании. Посадили, замотали пленочкой, на третий день смотрим, ничего там, петельки не появились, появились, все, ставите на окно. И поддерживая нормальную влажность, не переливать, главное, не пересушивать эти комочки, как-то у вас дорастут, скорее всего, до высадки в грунт. А уж там, посмотрите еще какие-то видео у меня на канале, или на других каналах, других блогерах-садоводах, и, соответственно, я думаю, что все у вас получится. И главное в выращивании, на мой взгляд, это хорошее настроение. При посадке хорошее настроение, при выборе тех же самых семян, при уходе за растениями, потому что если делать это из-под палки, ничего у вас не вырастет. Поэтому, дорогие друзья, вам, как всегда, в завершении ролика. Я желаю здоровья, а все остальное приложится. И поставьте, пожалуйста, лайк, если вы не жадный. До свидания, до новых встреч.